Рад приветствовать вас на телеканале «Импакт» Это программа «Влияние», спасибо, что вы остаетесь с нами, знаю, что особое время и особая тема у нас будет, особые гости со мной, ну и Господь с нами, это самое основное, поэтому, друзья, удобно устраивайтесь, я с радостью предоставляю гостей, брат Петя, Петр Полосович Назарчук, епископ с нами второй раз, или даже третий, приветствую снова, доброе утро Доброе утро, Юра, доброе утро, телезрители, рад иметь еще раз эту встречу на телеэкране, и пусть Бог благословит наше общение, спасибо, Юра С нами впервые, наверное, это дебют, Борис Павлович Дикиджи, если я неправильно произнес, вы меня поправьте правильно Вы из Москвы, из России, не первый приезд Борис Павлович несет служение епископа российского ХВЕ, это центрального региона, я так понимаю Российской церкви, христиан веры евангельской Христиан веры евангельской Также Борис Павлович является доктором, имея научную степень Да, в медицине В медицине, и поэтому я нахожусь среди, сегодня среди, ну, таких очень серьезных мужей божьих Вот, кроме духовной составляющей, да, служителей, так сказать, мы будем говорить сегодня, очень важно делать акцент на очень интересную сторону нашего человеческого общежития Это наше здоровье, это не последнее Давайте я в основу положу место из Библии, знаменитое, всем известно, Фессалоникийцам, 1-5 глава, 23 стих Сам же Бог мира даосветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа Нам небезызвестно то, что с наших анвоном, с наших проповедях мы много акцентируем внимание, делаем упор на дух и на душу Что является в своем миру правильным Но, к сожалению, очень мало мы уделяем времени не менее важному, не менее важному, а очень важному, скажем, ну, такому вот нашему телу Это очень важно, поэтому мы согласились, друзья, провести часть беседы, учитывая то, что у нас есть специалист в этой области Вот одно дело, когда мне говорят, украинцы, не ешь сало, украинцы, не ешь сало и все, ну, это понятно Но у вас есть научная подопека того, почему мы не имеем права и духовного перед Богом небрежно относиться к носителю нашего духа и нашей души Вам слово, Марис Павлович Спасибо, приветствую вас, дорогие телезрители Я благодарю Богу за возможность быть с вами сегодня и разделить это прекрасное общение Ну, речь идет в прочитанном вами стихе о здоровье И я хотел бы сразу определить, что здоровье – это дар, который человек имеет Дар от Господа Так, как и жизнь? Так, как и жизнь И отношение верующего человека к этому дару, безусловно, сказывается на взаимоотношениях с Господом И это, конечно же, все очень очевидно из опыта жизни, из практики жизни Из жизни, посвященной Господу, служению Ему, служению людям Но я хотел бы прежде сказать, попытаться определить Так, чтобы было понятно, что такое здоровье И думаю, что... То есть вы даже в анатомию пойдете, да? Нет, нет, я просто попытаюсь дать определение, учитывая прочитанный вами стих Здоровье, я думаю, это состояние полного, физического, душевного, духовного благополучия В котором человек максимально функционален на благо ближним для славы Господа В осуществлении его замысла для себя Поэтому в этом емком определении здоровья Мы можем видеть, что это не только присутствие или отсутствие болезни Это гораздо шире И плюс, Борис Павлович, мы не ценим его до тех пор, имея здоровье Пока мы его не потеряли, наверное, да? Да, очень интересное выражение тютчево по поводу здоровья Здоровье это как счастье Раз его не замечаешь, значит оно есть Интересно, да И служа людям, служа Господу Я сталкиваюсь с тем, что сегодня очень много верующих больны К сожалению Когда идет призыв в церкви, у кого есть нужды Действительно, вот я сейчас прокручиваю пленку Масса людей выходит в основном для исцеления Да Конечно же, среди классификаций болезней, которыми болеет сегодня человек Современный человек Очень много онкозаболеваний То есть смертельно опасных И какой-то своего рода парадокс Мы с вами знаем из прочитанного стиха В том числе, что желание Господа, чтобы мы были здоровы С одной стороны С другой стороны, мы знаем, что Он целитель наш Это Его провозглашение как в Ветхом Завете, так и в Новом В основу которого, этого провозглашения Ложатся известные всем слова Ранами Иисуса мы исцелены И когда сталкиваешься с ситуациями вот жизненного опыта Когда немалые служители больны Борис Павлович, это правда, но Не оправдывали ли мы Своё небрежение к нашему телу тем Что В ранах Иисуса Христа моё исцеление Если я и заболею Я обращусь к Нему Я получу исцеление, всё нормально Или это не аргумент, наверное Или аргумент для некоторых Ну, конечно, я не думаю Это очень зыбкий, так, как бы, аргумент И я хотел бы сказать, что Если посмотреть на вот эти, как бы, акценты Которые, вот, мы сделали И на, допустим, процент исцеления Ведь, вот, мы действительно верим И это так, это да и аминь Что наш Бог, Он целитель И что ранами Иисуса мы исцелены И церкви молятся Сегодня очень много церкви молятся О том, чтобы люди получали исцеление Это неудивительно Ведь, допустим, если взять Луку Врача Книгу Деяний он начинает с того, что Он описывает Феофилу Что делал, чему учил, как жил Иисус Христос И тут же во все книги Деяний мы читаем Что в силе того же Духа Святого Ученики делали то же самое Двигаясь в этих же делах, которые совершал Иисус В силе Духа Святого И два основных акцента Они очень очевидны в книге Деяний В силе Духа Святого Служение учеников, подобно тому, как служил Иисус людям Включает в себя освобождение от демонических зависимостей А и Б – исцеление Действительно Исцеление Это очень существенная составляющая жизни Почему? Потому что Хочется повторить Здоровье – это да И если нет здоровья То и способность человека Каким бы он ни был духовно В своих глазах, например, крепким Очень ограничена Очень ограничена Поэтому мы понимаем, что здоровье – это да И потеря человеком здоровья Которая, я думаю, произошла еще с Эдемского сада Когда через грехопадение был включен закон действия греха и смерти И с того момента болезни, недуги, немощи пришли в жизнь человека Почему вот в нашей среде, в церковной среде Почему столь мало акцентов делается Петр Аполлосович? Вот я, вспоминая проповедя Ну, так сказать, уже тоже имея за плечами определенный опыт В церковной христианской жизни Я вспоминаю, если я скажу, что на пальцах одной руки пересчитаю проповедя За всю свою сознательную, начинает молодость Если пять проповедей таких, фундаментальных Не просто вот на иштесала С церкви, ну, в проповеди говорят Но фундаментальных проповедей, тематических, глубоких на тему Как, так сказать, ну, внимательным быть И предохранять, и внимательным быть Я скажу, что на пальцах одной руки, наверное Я посчитаю количество проповедей Ну, есть ли объяснение этому? Потому что плод не пользует немало, или из-за чего? Ну, я думаю, другое Видите, вот Лука, действительно, о котором мы вспоминали Он как бы в своем направлении Как доктор описывает В церкви, к сожалению, не очень много врачей Хотя они есть, как мы видим И те, которые служат словом Они в жизни приводят примеры На самом деле, какие они по специальности Из своей специальности Им кажется, это ближе И они, допустим, Борис Павлович Сколько я с ним находился Дал Бог такую возможность Здесь Он как бы не говорил слово Как бы он не подводил итог Но он обратится вот именно в примере За телом И это явный конкретный пример И он интересен для нас Он полезен для нас Думаю, что это связано тоже с этой стороны Может, с отсутствием так же С отсутствием образования Запрет на приобретение Медицинского, наверное, образования В нашей среде Я не думаю, что Со стороны властей Со стороны властей Особенно в те прошлые времена Мы не имели сколько раз Я пытался поступить А я сильно хотел быть врачом Но не получилось Я попыток делал много А многие тоже Это если ты не комсомолец Если ты христианин Многие даже знают Друзья мои Они были на пороге получения диплома Выпуска Но им не дали диплом Вместо диплома Им дали другое Это моей маме Это же моей маме Точно то же самое Но через потом дали Все-таки Умер там, по-моему Кто-то Хрущев умер, по-моему И ей дали все-таки Снова Ее выгнали с последнего курса С последнего курса Призвали ее К ректору И он говорит Ты блестящая ученица Тебе большое будущее Ты студент был идеальный Но вот нам поставили органы Условия Или ты Что от нее потребовали? Комсомол Комсомол, да Или ты на последнем курсе Вот сейчас А уже подошли к даче диплома Так, anyway То есть правильно вы говорите Такие были моменты Это как одно из этих направлений Ну а в основном Конечно Мы хватаемся тогда За здоровье Когда его нет К сожалению Ну вот смотрите Если говорим о нашей эмиграции Здесь уже почти 30-летней давности 30-летнего периода Тут уже извинений быть не должно Тут у нас уже Огромный опыт Смотрите И здесь и органика И все условия И возможности финансовые Да, да, да Поэтому продолжайте Спасибо, Борис Павлович Да И вот как раз Обращаясь к опыту К чему И апеллирует Епископ Петр Хочу сказать Что да Церкви молятся Служители молятся И практически не бывает Ни одного служения Чтобы не молились О бесцелении Вот мое наблюдение При том всем Что мы читаем и знаем Бог Он целитель Сегодня я вижу Два направления Исцеляющих действий Божьих Одно Это Явление Божественной силы Знамени И чудес Когда Мгновенно Болезнь Уходит После молитвы И Причем Конкретно Многое Могу привести Примеров Случаев Исцеления Основанного На объективных Медицинских Исследованиях Как чудодействия Как чудодействия Вот исследования Больного человека Например с опухолью В том или ином отделе Человеческого тела Говорят о наличии Опухоли После молитвы И проявления Божественной Исцеляющей силы Делается Исследование И в нем Подтверждается Отсутствие опухоли То есть это Объективно подтвержденный Факт исцеления По опыту Я вижу Что чудом И знамениями Сегодня Бог Исцеляет До 5% Случаев А остальное Остальной процент Вот 90 Можно сказать 5-97% Бог готовит К переходу Может быть Господь готовит К переходу Конечно Вот этот процент Я не сомневаюсь С исцелениями В виде знамений И чудес Изменится Это соотношение Я понимаю Изменится Потому что Мы знаем Что в жатвенное время Излияние Духа Святого Будет гораздо Обильнее И могущественнее В своем проявлении И безусловно В этот период Жатва Это кончина века Это Урожай душ Безусловно Это процентное соотношение Изменится Я в этом Вот В сердце Своем не сомневаюсь Но на сегодняшний день Наблюдая эту картину Я обращаюсь К тому месту писания Где Господь сказал Возложат руки на больных И они Будут здоровы Здесь есть Некоторая Такая Глубокая мысль На которую Хотел бы Сделать акцент Первое Больных И здесь В греческом языке Определяются люди Не просто Как бы С каким-то Банальным Насморком Или головной болью Это истощенные Болезни люди Это люди Находящиеся На Можно сказать Смертном адре И вот Возложат руки На больных И они Будут здоровы Вот Вот этот момент Будут здоровы Подразумевает Действие Во времени Процесс Во времени То есть Это не должно Нас останавливать Вот это соотношение Мы молимся За больного человека Соответственно Всех обетований И истин Божьего слова И ожидаем исцеления Я вот хочу мысль Эту все-таки Чтобы вы подчеркнули Вы говорите о том Есть писание Место писания Возрастет исцеление Твое То есть исцеление Может возрастать Оно может быть С вашей точки зрения Поступательно Да Или что вы имеете в виду Я вот хотел бы Подвести к определенному Умозаключению Приводя вот эту вот Как бы Статистику В моем наблюдении И Вот эти вот остальные 93-95 Процентов случаев Бог исцеляет Во времени Да То есть Возложили руки Помолились Не всегда мгновенно Происходит исцеление Симптоматика Может оставаться Недомогание Недуг может оставаться Но это не повод Опускать руки Не молиться За исцеление И не повод Падать духом И терять веру Потому что Бог Он исцеляющий Бог И он действует Во времени Это все равно Как вот у человека Он заболел Ему обращается Допустим В клинику В скорую помощь Его госпитализируют Соответствующим диагнозом Ну пусть месяц Его лечат И он В относительном состоянии Здоровья Выписывается То есть Процесс лечения Подразумевает Действие Во времени Вот здесь Вот то же самое Я вижу Что Мы возлагаем руки Мы молимся Не произошло Чуда Не произошло Определенного явления Божьей силы И я Не исключаю Это обетование Бог Исцеляет Но что интересно В этом процессе Времени Возможно Участие врача Христос сам сказал Что Больные нуждаются Врачи Они здоровые И сегодня Верующие врачи К примеру Грамотные Они скажут Хожу за больным я Но исцеляет Господь Назначается лечение Но Действие Эффект этого лечения Зависит от Господа Я не знаю Имеет ли это место Кстати В России Или там На постсоветском пространстве Но В Америке В американских Госпиталях Очень много Докторов Вот именно Это говорят В России То же самое То же самое Когда Родные Близкие Консультируются С врачом Относительно Близкого Родного человека Который болен Ну как доктор Выздоровеет Ну как Будет жить И Высокопрофессиональные Доктора Они скажут Если даст Бог Будет И многие сегодня говорят Молитесь Интересно Молитесь И Вот в этом процессе Обретения Исцеления Процессе Во времени Безусловно Важнейшим элементами Для оздоровления Являются И образ жизни И И Использование Естественных факторов Нашей жизни И обращение К врачам И безусловно Получение Того или иного Вида лечения Но при этом Должно быть Всегда во внимание Что над этим Господь Вот смотрите Такой вопрос В профилактике Предотвращения Заболеваний Что вы поставите На первое место Вот я хотел бы Продолжить Эту мысль Я обращался Господу В молитвах Я задавался вопросом Перед ним Господи Почему такое соотношение Почему при том Всем Да мы молимся И Безусловно Мы ожидаем исцеления И Довольно часто Исцеления Не происходит Мы и сегодня знаем И свидетели того Что многие люди При том всем Имея смертельно опасные Заболевания Уходят в вечность Конечно Это может смущать Но Я потому и обращался Господу Переживая за больных людей Сострадая Сочувствия им Потому что Это Повторяю Здоровье Это величайший дар Для человека Божий дар И вы знаете К какому умозаключению В этих моих поисках Я пришел Почему Вот такой процент Такое соотношение Да Вот В исцеляющем действии Бога Первое на что Мое внимание Было обращено Это на то Что Человеку Воспринимая Правильно Свое здоровье Как дар Божий Необходимо Взаимодействовать С Богом Чтобы Поддерживать И сохранять Свое здоровье Это Первый момент Почему Ну хорошо Я прошу прощения Но Но почему Светская Или светская Образовательная система Она к этим вопросам Относится На высоте Вот просто на высоте Почему Вот Почему И кстати Кстати Говоря о том Что Они не имеют Я Не Пальцем Тыкаю в объектив Небрежно Обращаюсь Кому-то Если вы Не воцерковлены Но я с тем Они не имеют Того Что мы имеем Мы же имеем Намного больше И понимаем Намного больше И уступаем Намного Больше В реальности жизни Я вас Поддерживаю В том плане Что И соглашаюсь Полностью С вашим высказыванием И хочу подчеркнуть Что мы Как верующие Как церковь Должны быть Экспертами В области здоровья Экспертами В области Здравоохранения Это не новая мысль В Ветхом Завете Мы знаем Кто аккумулировал В своем служении Взгляд В том числе И на здоровье Кому обращались Священников Небезызвестная конфессия Адвентисты Седьмого дня Они очень большой акцент На это делают Консультации проводят Постоянно Постоянно И делают ударение Как правильно питаться Чем питаться Мне приходилось И этому Уделяют немало времени На протяжении недели Мне кажется Вот я сижу и думаю Моисей Дошел до полного возраста Бог говорит Подымись И умри И поднялся Поднялся Но там пишет Полный сил Глазки его Почему глазки Он кратчащий человек Глазки были видны В полном порядке То есть они видели прекрасно Без всякого вреда И все тело здоровое Пойди умри Это вы первое говорили А ну-ка второе Да Первое Это очень важно Взаимодействовать С Господом Относительно Поддержания И укрепления Своего здоровья Это подобно тому Как приходит сейчас На память Это местописание Где Когда Иосиф и Мария Родили Иисуса Христа Ночью Предстал ангел И сказал Встань Возьми семью Беги в Египет Мы можем задаться вопросом Как же так Бог Всемогущий Всесильный Неужели он не мог Другим способом Просто не допустить Вообще куда-то бежать Что-то делать А просто защитить Другим способом Но тем не менее Он говорит Встань Возьми И беги Что делает Иосиф Он встает Берет семью И бежит Казалось бы Естественное Вот Естественное проявление Жизни Реальности жизни Кто-то может сказать Ну убежал Поэтому сохранен Но мы то знаем Что через эту естественность В послушании Божьему слову И проявляется Могущественное Сверхъестественное Божье соучастие И результат этого Сохраненность Иисуса Христа Можно перенести в плоскость Это плоскость Я переношу В область здоровья То же самое И вторая мысль То есть нужно взаимодействовать С Богом Для чего Ну может быть Я вот раскрою И вторую мысль Последующую вернее А вот второй момент На что В моем умозаключении В моих этих чаяниях И поисках Я обратил внимание Это на функциональность Ну вы знаете Функция Это латинский термин Означает Деятельность Жизнедеятельность Органы Системы Хотя функция Это безусловно Она категория Которая используется В самых разных науках Математика Физика И так далее Но применительно К физиологии Да К здоровью Это деятельность Клетки Органы Системы И всего организма Это осуществление работы И вот Вторая мысль В этих процентных Соотношениях Которые я увидел Это функциональность Человека И знаете Я здесь был потрясен Оказывается Функция Определяет Здоровье Ну смотрите Чтобы было более понятно Если останавливается Часовой механизм Да И часы не будут запущены То они выйдут из строя Другой момент Мышцы Ну очень тоже Я думаю будет понятно Если мышца не функционирует Она атрофируется Она высыхает И вот в этом плане Я вдруг Даже ахнул Когда Мое сердце Озарило Вот эта мысль Функциональность Человека В соответствии С Божьим замыслом Является Одной из Является одним из базисов Поддержания И сохранения здоровья Понимаю Не просто так В послании к римлянам Восьмой главе Апостол Павел Кажется в десятом стихе Говорит О том Что если дух того Кто воскресил Христа из мертвых Вас Да То этот дух Который воскресил Христа из мертвых Оживит И ваши смертные тела Потрясающе Это невероятно Мы можем посмотреть Вот как раз апеллирование Апостола Павла К сфере здоровья Когда он рассматривает Вечерю Или причастие Через призму Как раз функциональности И говорит Если это не должное участие То оттого Многие из вас Больны Немощны И немало Умирают И это довольно серьезный вопрос С чем я сталкиваюсь С тем Что множество верующих людей Не осознают Замысла Божьего Для своей жизни Не понимают До конца Эту панораму Смысла жизни И безусловно Их функциональность Ограничена Очень ограничена Какими-либо действиями Или элементами Но Я хочу сказать Что вся наша жизнь Она должна быть выражением Осуществлением Божьего замысла Ну это потрясающая мысль Да Потому что Мы как обыватели Да вы никого не обидите Я себя отношу К этой категории Мы как обыватели Научены Мы понимаем Я родился Вот Чтобы создать семью И когда мы сочетаем Молодых людей Что ваше предназначение Родить детей Вот Чтобы потом ваши дети Родили других детей Я временами еще добавляю Дабы еще праведность Там говорят Дабы праведность Еще передавать Кроме того Чтобы детей рожать Надо еще праведность Передавать Наставь юношу Это в том же русле Это очень важный аспект Да Поэтому вот Мы как обыватели Нам Нам вверено Ну По крайней мере В наших учениях Ну В подавляющем Большинство Что мы Вот Должны Вот Прожить жизнь Что Что в свою меру Ну Является правильным Но Но Вот то На что вы сделали Акцент Исполнить Предназначение Богом Кроме всех остальных Перечисленных Так сказать Задач На меня возложены На мои плечи Исполнить Совершенную Писание говорит Совершенную Божию Не просто угодную Или допустимую Но совершенную Войти Вот В это русло Войти в эти Божественные планы Это что-то другое Вот Я могу Простите В пример Привести Жизнь Иисуса Христа Мы то понимаем Что Несмотря на Недолгие Годы Которые он прожил Он сказал Потрясающие слова Вот идет Вот Князь мира Во мне Ничего Он имеет ничего Даже запаха Немощи Болезни Недуга Вы представляете Его состояние И если мы вспомним Элемент молитвы Его в Гефсиманском саду Отче Дело Которое ты поручил Мне исполнить Да Я исполню Очень Я думаю Весомый аргумент Вот этого Этой взаимосвязи Функциональность Жизни человека С Состоянием здоровья Функция Определяет здоровье Постулат о том Что в здоровом теле Здоровый дух Приемлем к христианину Или нет Вы знаете Да Приемлем Приемлем И я хочу сказать Что Вот Обычное Привычное Для нас Разделение Или дифференциация Тела Душа Дух Иногда Просто Схоластически Отдалены Друг о друге Эти элементы Нашего естества Это очень цельная Гармоничная Структура Человек Да И Безусловно Здесь взаимовлияние Как дух И состояние духа Определяет состояние тела Опосредованно Состояние тела Может Воздействовать на дух На его Способность Быть в этом Единении Единении с Богом Слышать Бога И безусловно Понимать Руководство Безусловно Поэтому Вот это Вот Как бы Расчлененность Да Естества Человека Которая Безусловно Человек Может получить Будучи В единении В близости С Господом Мы готовы Углубиться Чисто Биологически Некоторые Процессы Происходящие Ну Хотя бы Вскользь Вскользь Ну хорошо К примеру К примеру Мы понимаем Прекрасно Что Информацию Духовную От Бога Да Его Слово Его Истину Его Откровение Мы получаем Духи Но Что интересно Это как раз Элемент взаимодействия Осознаем мы Эту информацию В разуме На уровне разума Да Потому что мы люди Да И мы Не духовные Только существа Мы люди Имеющие дух И безусловно Доминирующая позиция В человеке В человеческом Истинстве Является дух Но осознание Вот этой Божьей истины Или Божьего руководства Происходит на уровне разума Почему? Потому что Мы как люди Призваны Осуществлять Бога В реальности Нашей жизни Через слова Дела Поступки Поведения Ну и демонстрировать его Безусловно Это и есть В буквальном смысле Свидетельствовать о нем То же самое Как вот мы затронули вопрос Наставь юношу В буквальном смысле Это не просто Какое-то моралите Вы знаете Это привить вкус Это утвердить юношу В святом образе жизни Но знаете Какой ценой Ценой личного примера Вот что значит Наставь юношу Да Да И здесь вот то же самое Мы являем Бога Мы его прославляем Через наши дела Через наши действия Через наше Осуществление Его намерения Его замысла И поэтому Безусловно Вот алгоритмика Человеческого Действия Или когнитивных Способностей Человека Она подразумевает Безусловно Преломление И формирование Определенной структуры В центральной нервной системе Которая будет Платформой Для того Что человек Говорит Делает Или поступает Определенным образом Люди порой Даже не задумываются Почему они говорят То или иное В тот нервной момент Почему они чувствуют себя так Почему Казалось бы Ну как говорят люди Ситуация яйца Выденного не стоит А столько скандала Происходит вокруг Почему такая бурная реакция И конечно Это как раз Вот мы говорим Углубляясь В суть физиологических процессов И вот Духовное Восприятие Которое происходит В духе Оно безусловно Должно должно быть Осуществлено на уровне Нашего разума Для того Чтобы соответствующая Алгоритмика Высвобождение Определенных мыслей Или генерация Определенных мыслей На основании Полученной внешней информации Информации Из духа человека Приводила К определенному Эмоциональному Как бы Составляющему Или составляющей Части этого Нашего Общего действия И выражалась В словах Делах Поступка Приносящих Определенные результаты Определенные плоды И в конечном итоге Осуществляя Божественные замыслы Наше тело Это Сложнейшего Устроения Аппарат Настолько он сложный Об этом мы много читаем Последнее время Много говорим Что интересно А я Восвете нашей беседы Я вспоминаю В Москве Живущего Знаменитого Нейрохирурга Это Коновалов Александр Наверное Это имя говорит Он входит В тройку Мировых Это то что Мне попала Интереснейшая Программа На первом канале Российского телевидения Это не в знак рекламы Смотрите импакт Ну и временами туда Только Соловьева Не смотрите Не смотрите Соловьева Это Такая ремарка Так вот Интереснейшая Программа Интереснейшая Программа Автобиография Часа два Показывали И даже повторяли Потом Были у него Дома Были на работе Он все это Рассказывал Он восхищал Зрителей И слушателей Вот Строением Человеческого Мозга Вот это он все Рассказывал Некоторые моменты Показывал В самом конце Интересной Ведущей программы Который брал Интервью у него Автор Кстати Это был автор Этого сюжета Задал ему вопрос Позвольте Сдать вам Такой Необычный вопрос Он говорит Пожалуйста Вы говорит Нам нарисовали Такую Прекрасную Картину Сложного Механизма Чем является Мозг Человека И внутреннее Устроение Говорит Вы верите В Бога И Я тут Я прильнул К телеэкрану Вы напряглись Что скажешь Вот это вот Ну думаю Потому что я сразу же Сравнил его С небезызвестным Доктором Этот В Америке Чернокожим Вы знаете О ком я говорю Тоже нейрохирург Который был Кандидатом В президенты Сейчас он возглавил Один из департаментов Администрация Президента Так вот Я сразу сравнил Я вспомнил Историю И вспомнил Его Лекции Беседы Которые я лично Слышал Потрясающе Он все увязывает Это С сверхъестественным Как творение Безусловно И сделал паузу Коновалов Александра И говорит Я бы хотел Уверовать Но я не могу И с сожалением Вздохнул Вот так Я так посмотрел Думаю вот По крайней мере Искренне сказал Не может Не может А вот смотри Нам Мы 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 С вами Ну Борис Павлович Он так сказать Человек более сведущий Но мы с вами Особо не Не осведомлены Вот в эти процессы Происходящие Вот да Особенно И в мозгу И в наше Устроение Физиологии И прочее Но Бог вложил нас Дар дал Как жизнь Как здоровье В веру Как дар Мы получили И это не наше И мы не понимая Сложностей Но мы верим 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 Мы знаем Потому что мы знаем Мы знаем Потому что мы знаем Что Бог есть Мы верим Поэтому вот я Во свете нашей беседы Я вспомнил Вы Вы увязывали Вот В вашей беседе Вы увязываете Божественное Небесное И вы увязываете Вот с этим земным С творением То что Вне Вне Оно в гармонии работает Для нас Понимающих Это Да И как Как-то продолжая Вашу мысль Я хочу сказать Имеет отношение Вот как раз К образованию Ко всему Что мы Как верующие Имеющие веру Мы имеем Великое преимущество В том Что мы Можем быть Вот в этом Озаряющем свете Духа Божьего И даже Не имея Образованности В каких-то вопросах Мы благодаря Вот этому Руководству Божьему В нас Духом Святым Мы благодаря Его просвещению В нас Можем очень четко Порой знать Это можно Это нельзя Это можно Есть Это нельзя Сюда можно Идти Сюда нельзя Мы не можем Может быть Объяснить Мы не можем Может быть Увидеть Логику На уровне Естественного Выражения Жизни Человека Но в Духе Мы понимаем Это нельзя Это точно так же Как вот в Писании К примеру Есть очень много Как раз Слова Божьего Которое Говорит нам о том Что например Что нужно думать Как нужно думать О том только что чисто Достославно О том что похвала О том помышляйте Казалось бы Простой призыв Очень понятный Многим из нас Часто читаемый Но Сегодняшние К примеру Достижения науки Они Потрясающе Подтверждают Эту Простую Сверхъестественную В то же время Божью Истину И Божью Какие мысли Человек И таков и он Да И все очень интересно Если допустим Взять Классификационно Взглянуть На болезни Да Ну есть разные Группы Наименования болезни Но среди Всех болезней Какими болеет Человек Есть Отдел Который Называется Психосоматическими Болезнями Психия Это душа И сома Это греческое слово Тело То есть Если вслушаться В это Эти категории Эти болезни Психосоматические То можно сказать Увидеть Да Это взаимосвязь Это состояние души Проявляющиеся В сфере сомы То есть тела И вот такой процент Разные ученые Дают Разный процент Такой вот части Заболеваний Среди всех заболеваний Какими болеет человек Это до 80 85 Кто говорит О 90 То есть Все то Что разрушает душу Все то Что может ранить душу Если оно не будет Должным образом Приведено К исцеляющему Божьему Участию То рано или поздно Это проявится заболевание На уровне тела Можете ли вы сказать Где оканчивается дух И начинается душа Я уже чуть-чуть глубже Иду чуть глубже Где дух оканчивается И начинается душа Потому что мы так понимаем Что человек это дух Который живет в теле И имеет душу Да Опять-таки Это все очень Условно Это условно О чем я говорил И вот это вот Перетекание В нас И эта граница Она мобильна Она не Это никакая статика Это динамика Да Это динамика И безусловно Когда человек что-то говорит Да Мы понимаем Это выражение Его духа Да Да А это Говорит его плоть Мы можем отличать Правда И наблюдая за жизнью За поведением человека Мы как верующие Можем понимать Как Господь говорил По плодам их Узнаете их И мы раз Мы можем видеть Да Это плоды Это выражение Проявления духа человека Через его душу И плоть Давайте в практику В практику Вот многие медицинские методы Не срабатывают Почему? Потому что причина Как раз вот о чем мы и заговорили Она находится не в сфере тела Да И как бы не лечили Да Допустим тело Причина заболевания Она может быть сокрыта В сфере души Да Или в сфере духа Если коснуться этого вопроса Что Откуда и когда Пришли болезни Что на самом деле Явилось первопричиной Вообще болезни Как таковой Грех Это грех Мы обращаемся к писанию Мы понимаем грех Грех перешел Каждого человека С грехом смерть И мы понимаем Что смерть Это последствия Это разрушительного состояния Которого Здоровья Которое мы называем болезнью Именно с того момента И безусловно Последствия Которые произошли Они коснули всех Частей человеческого естества Позвольте Чуть глубже Задать вопрос Да Вот когда мы говорим грех Мы понимаем Но на уровне биологии Бог чего-то добавил В генетический код Сейчас я приведу пример А ну-ка Да Очень интересный вопрос Спасибо Вот посмотрите Вот попадает человек В гастроэнтерологическое отделение Да В гастрологию Молодой мужчина Язва Желудка Стоит вопрос Консервативно его полечить Или должно быть Оперативное вмешательство Учитывая возраст Учитывая многие-многие моменты Решаются идти на Консервативное лечение Где-то в течение месяца Лечение Оно возымело действие Сделали Гастрододеноскопию И увидели Все Язва Зажила Человека выписали Через несколько месяцев Этот же человек Попадает в это же отделение Уже практически С прободной язвой И вопрос о консервативном лечении Не шел Пришлось делать операцию Резицировать желудок Почему? Он же был исцелен А он оказался Выписавшись из больницы В тех же условиях В том же образе жизни В том же состоянии души Вот что среда Насколько важна Конечно Теперь еще один момент Вот смотрите Мы уже цитировали о том Что думать Вообще это очень интересно Бог создал нас Чтобы мы жили в зоне В сфере любви Все Вся наша деятельность Все наше состояние Все наши Помышления Все наши Психоэмоциональные Составляющие Должны Соответствовать Той божественной истине Которая определяет Рамки этой зоны любви Как только человек Выходит Из рамок Вот этой зоны Происходит Необратимое Ну к примеру Мы говорили сегодня Об онкозаболеваниях Понятно Что в тот момент Когда диагностируется Пусть на ранних стадиях Онкопроцесс В человеческом организме Это уже Это уже Запущенный механизм болезни А первопричина Хоть и Раковые заболевания Имеет полиэтилогическое Как бы Обоснование На сегодняшний день Единой как бы Причины нет Но Все согласны с тем Что Вот эти Изменения Нарушения на уровне Генов Да В той или иной Хромосоме ДНК человека Приводят К тем или иным Поражениям Вот Раковыми заболеваниями И по сути Проявляющаяся уже Вот Как бы Патология Это уже Следствие Вот этих изменений Уже рецидив Появился тогда И поэтому Лечение Этих онкозаболеваний Оно не Этиологическое А патогенетическое Или симптоматическое Потому что Задают вопросы Врачи говорят А бабушка А дедушка А твой прадедушка Имел ли То есть оно Оно имеет И вот смотрите Мы приведем Как раз вот эту Взаимосвязь Мысль Да Человек получает Информацию Посредством Пяти органов чувств Да Глаза Уши То есть слух Обоняние Обоняние Вкус Статильная чувствительность Безусловно Эта информация В совокупности Если мы верующие Это очень важно Должна включать в себя Информацию Из духа человека Информацию Из пережитого Опыта Из сегодняшних Переживаний И каких-то Как бы Переживаний Будущего Все это Вызывает Вызывает Генерирует Определенные Мысли Человеческом Мозгу И мысль Материализуется Что значит Материализуется В ответ на Каждую Конкретную Мысль Запускаются В работу Определенные Хромосомы В хромосомах Определенные Определенные Гены Запускают Процесс Производства Клетками Белков Нейробелков Из этих Белков Формируются Ассоциативные Связи Между множеством Нейронов Головного Мозга И таким образом Мысль Материализованная В эту Структуру Головного Мозга Лежит В основе Того Как человек Будет действовать Реагировать Поступать Какой он Будет делать Выбор Какие он Будет ставить Перед собой Цели Как он Будет себя Вести Как он Будет Относиться К Богу К людям К себе И даже Что он Будет говорить Да Потому что Потом мысль Она материализуется В словах Да И в слова И в действия Мало того Что мысль Уже Материализована В структуре Головного Мозга Она Ее Осуществление Продолжается В словах Делах И поступках То есть Другим словом Мысль Она формирует Скелет Даже не скелет Она И фундамент Наверное Моего мировоззрения И все остальное Это как строение Как дом строится Вообще Каждая мысль Это Это микрокосм Если разобраться Да Теперь смотрите Как только человек Начинает мыслить Что-то негативное Он выходит За сферы Вот этой зоны Этой сферы любви Да Идет тот же процесс Но что интересно На разрушение Материализующаяся мысль Она запускает Точно так же В определенных В определенных Хромосома Определенные участки Которые называются Генами Эти гены Они начинают Включаться В этот механизм Запускают его В выработке нейронов Но уже с деструкцией Уже с отклонениями От нормы И вот эта Деструктивность Вот уже на уровне Вот этом Да Формирует Так же структуру В головном мозге И что интересно Вот по современным Сегодняшним исследованиям Функциональным Да Которые есть сегодня Очень наглядно Можно видеть Когда это Положительная мысль Основанная на истине Божьего слова Какая это структура И какая Как отличается Структура Негативной мысли Это визуально Видно Насколько она отличается И даже по цвету И даже по Своему как бы Вот Структурности И что интересно Вот эта деструкция На уровне Вот этих Уже Да Генов Хромосом Определенных Этих белков Которые формируют Вот эту Базу Разрушают тело Они являются Интоксикацией Для всего тела Они разрушительны Для всего тела Пример Он очень яркий Как-то произошло Попросили навестить Одну женщину На тот момент Ей было где-то Около 58 лет У нее было Заболевание Крови Кровь Это очень важная Ткань организма В крови жизнь Да Мы знаем по писанию И эта ткань Она также поражается Онкопроцессами Раковыми процессами Есть очень много Разновидностей Рака крови У нее Было уже Довольно Запущенное Состояние Ликамия Практически Практически Не поддающиеся Лечению Уже На тот момент Понимаю Это знаете Как вот Разбойник На кресте Он пригвожден Обратной дороги Уже нет Обратной дороги В жизнь Уже нет Но его обращение К Иисусу Привело к тому Что он услышал Ныне же Будешь со мной В раю И вот этот момент Я Понимая ситуацию Стал с ней общаться Пытаясь все-таки Выяснить В чем Причина И знаете Обнаружилось Невероятное Она еще Где-то В 18 Или 20 Летнем возрасте Поссорилась С одной сестрой И до этого возраста Они не помирились Вот эту горечь Вот этого состояния Насила В себе Интересно Столько лет И я просто увидел Даже жили недалеко Друг от друга Когда видели Себя на одной улице Переходили на другие улицы Ты видишь И для меня стало очевидным Что поражение крови Связано с этим корнем горечи Приходит на мысль Это писание Место писания Где мы призваны наблюдать Чтобы такой корень горечи Возникнув Не принес вреда А корень как раз Если углубиться в греческий язык Подразумевает Некое образование Структуру Которая источает яд Вы представляете Ну вспомните апостола Павла К примеру Что наша духовная брань Она не против плоти и крови Да И это применяется Духовное оружие Которое мы разрушаем Что? Твердыни Да Где эти твердыни? В разуме В головном мозге Да И что это так Мы читаем всякое помышление Мы пленяем Послушание Иисусу Христу И я хочу сказать Что как раз Небрежность Невежество В этой области Приводит к большим Сегодня трагедиям И история Чем окончилась С этой женщиной Она обратилась К Господу Обратилась Физически Обратно Она не получила Исцеления Вот чем мы говорим Ни чуда Не произошло Она не вернулась В жизнь Но если бы Она обрела Если бы вовремя Да Если бы Да Я извиняюсь А если Вот небрежность К небрежности Относится Забывчивость Мы знаем Что Всякая пища Освящается молитвой И Мы были настроены Помолиться Поставили пищу Конечно Мы рассветительные люди Знаем Что нам надо Поставили Забыли помолиться Где-то Отвернулись И Светились Не помолились И приняли Эту пищу Оно относится К небрежности Или это Как-то другой вид Ведь отсюда же тоже Всякая пища Освящается Слово Брат Петр Да Спасибо за эту Вот очень Интересную мысль И этот вот акцент Безусловно Я думаю Что Это можно назвать Неответственным отношением К своему здоровью Потому что Молитва И через молитву Освящение еды Имеет самое Прямое отношение К нашему здоровью Спасибо Такой практический вопрос Мне говорят Пять минут осталось Я глубоко верю Что наша встреча Первая Но не последняя Это Поэтому Я чувствую Я чувствую Что Вот знаете Очень Вы В своем Профессионализме И таком Мудром Действительно Ведении Этой программы Передачи Я очень много Был наслышан А теперь я вижу Что это так Борис Павлович Вы уже приглашены На следующий раз Это уже Я авансом приглашаю Вопрос как Кофе Практически Смотрите Особенно наш брат Так много пьет кофе Да Я хочу сказать Что в некотором роде Кофе Обладает Таким воздействием Как нейродепрессант Своего рода Вот к примеру Вот человек угасает К примеру Вот его жизнь угасает Есть такое состояние Как Гональное состояние Которое сопровождается Гональным дыханием Оно называется Может быть дыхание Чейнстокса К примеру Человек угасает Угасает Жизнь уходит И вдруг он активизируется Он начинает активно дышать И как будто бы он Вот возвращается к жизни И потом раз И уходит Да Вот я бы сравнил бы Воздействие Некоторых веществ Вот содержащихся В такого рода Напитках Как вот то подавление Нейронов Да Головного мозга В процессе которого Возникает Некий всплеск Их активности Да И человек это ощущает В виде некой эйфории И повышенной способности Но этот всплеск Проходит И идет угошение И ему нужно дальше Поддерживать Вот это состояние всплеска Большим количеством кофе Чаще применяемым В своей жизни Этим напитками И большей концентрации И так далее И приходит к тому Что это может привести К истощению Головного мозга Я обычно говорю Но если те кто хотят Пить Просто принимая ограниченное время И не могут без этого Наш организм функционирует В циркадной ритмике То есть циркадная ритмика Это изменение Интенсивности Обменных процессов В каждом из нас В зависимости от чередования Дня и ночи Не углубляясь Каждый орган Каждой системы Имеет свой пик активности Вот в этой циркадной ритмике Это безусловно Имеет последствия Для многих Явлений жизни В том числе Питание В какое время В какое содержание В то или иное время Полезно В какое время Даже лучше принимать Препараты медицинские Ну сейчас не об этом Так вот Исходя из этой циркадной ритмики Деятельности нашего организма Если человек хочет пить кофе Хорошее время 9.30-11.30 Утром Утром 9.30-11.30 Понял Небольшую дозу Интересно То есть в 6 часов 5 часов Как нами принято Вечером Исключено Да Ну слава И в завершении Понимая, что времени мало Я бы предложил бы Может быть, знаете Вот своего рода Линейку здоровья Которую очень легко Можно применять Для того, чтобы Первое Имея какие-то недуги Оценить Проанализировать Своё состояние Второе Чтобы поддерживать Состояние своего здоровья И легко видеть Где какие-то Как бы изъяны Которые приводят К тем или иным Недомоганиям Ну вот я бы В градации Этой линейки Поставил бы Следующие Может быть Позиции Сон Питьё То есть вода Отношение человека К воде Питание Безусловно Питание В зависимости От возраста От пола От сопутствующих Заболеваний Основных заболеваний И так далее Затем Образ жизни Образ жизни В котором важно Делать сегодня Как никогда Акцент На центральную нервную систему И у нас 15 секунд Сегодня многие люди Понимают Что Здоровый образ жизни Очень важно И занимается Брейн фитнесом И здесь Сердечно-сосудистая система Лимфатическая система Стоят в этой градации Ну наверное В следующий раз Мы с вами Наверное В следующий раз Мы конечно Продолжим Да Это важно Продолжить Но вот Небрежное отношение К себе К своему здоровью Это грех Я знаю Что мы были благословенны Мы были благословенны Друзья Вы были благословенны А Если бы Задали вопрос Мораль Сей программы Какова Я бы сказал Насколько важно Взаимодействие Духовного И физического Взаимодействия Вот Если Бог В планах своих Создал эту гармонию Значит Она должна быть Гармонична Смотрите Смотрите Когда Иисуса Спросили О том Какая Наибольшая заповедь Он сказал Возлюбите Господа Бога Всем сердцем Всей душой Всем разумением Первая Наибольшая заповедь Вторая Подобная Возлюбите Ближнего Своего Как самого себя Ценить Своё здоровье Это значит Любить себя Это значит Люди Всегда Это понимают Это значит Так Относиться В целом К себе Чтобы поддерживать Здоровье Но Не просто ради Комфортности Для себя Не просто ради Хорошего состояния Но ради Служения Людям И для Прославления Господа Слава Господу Сердечно благодарю Спасибо Сердечно благодарю Также вас Господь Да благослови Помните Иисус Христос Любит вас Мы также Любим вас Оставайтесь С нами На импакте И будьте Благословенны Слава Господа Слава Господа